Мы не обещаем однозначных ответов на спорные вечные вопросы истории. Просто новые открытия в науке и технике родили новые надежды и возможности в начале третьего тысячелетия. Мы принимаем эстафету вечных искателей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К наспех отремонтированному эшафоту подъехала повозка, на которой стояла виселица. К ней за шею был прикован воровской атаман Степан Разин. Сзади, за повозкой, как собака, бежал младший брат Разина, Фрол. Палач начал свою кровавую работу. Он отсек атаману правую руку и левую ногу. И тогда Фрол в ужасе закричал, слово и дело государева. И стал бормотать, что знает, где брат зарыл сокровища и государственные бумаги. Как всегда, на казнь пришли посмотреть не только посадские жители, но и любопытствующие знатные иностранцы. Среди них был немец Конрад Штурцфлейш. Он записал, когда Фрол закричал прокладой бумаги, Степан, уже превращенный в кровоточащий обрубок, вдруг открыл глаза и прохрепел. Молчи, собака! Эти слова чужестранец на всякий случай записал латинскими буквами. Намеченную казнь Фрола отменили и отправили дело на доследование. Фрола снова пытали. Под пыткой он показал, что у брата были воровские письма, присланные откуда ни есть. И он, собрав эти бумаги в кувшин, засмолил его и зарыл на дону, в урочище Прорва, в землю на острове под Вербой. Кроме того, рассказывал Фрол, брат его имел, взяло много добра всякого, а именно золотые и серебряные украшения, драгоценные каменья, оружие, дорогие одежды и даже модель Царьграда, резаные слоновьи и кости. И все это добро он также запрятал в ему одному, Фролу, известном месте. Царя Алексея Михайловича эти сведения весьма заинтересовали, и Фрола в сопровождении отряда стрельцов повезли на дон. Судя по документам, Фрол аж пять лет искал там клады в разных местах, но безуспешно. Сам он при этом ссылался на то обстоятельство, что все не может найти приметный камень, иногда он говорил, дерево, указывающее на слополучную пещеру с сокровищами. Затем следы Фрола в древних хрониках неожиданно теряются, а вот клад Стеньки Разина ищут с той поры уже более трехсот лет. Обилие легенд и народных сказаний, связанных со Степаном Разиным, поражает. Ни об одном другом разбойнике, будь то уже Дмитрий или Пугачев, столько всего не рассказывают. Среди же легенд об озорничавшем атамане наиболее часто фигурируют истории про несметные разинские сокровища. Причем каждый из этих легенд содержит не только подробное перечисление содержимого клада Стеньки Разина, но и точное указание, где сей клад следует искать. Вот одна версия. Клад находится у села Песковатовка в Царицынском уезде, нынешняя Волгоградская область. И спрятан там в кургане целый корабль, доверху наполненный золотом. Корабль завел туда во время половодья разинский сподвижник Василий Ус. Рассказывают также про клад, спрятанный неподалеку от устья реки Большой Еруслан. Это уже в Саратовской области, под бугром, носящим в народе название Стенькина шапка. Там, мол, разинский лагерь стоял. Еще у Сенгелея, в горе под названием Шиловская шишка, устроен был якобы самим Разиным подвал, а в нем на цепях четыре бочки с желтой висят. А вот под Алатарем, около села Стемаса, в крутом овраге зарыто золото, аж 12 бочек. В книге Николая Арестова «Предание о кладах», изданной в 1867 году в Санкт-Петербурге, есть любопытные фрагменты, заглавленные «Завещание атамана». Шел я, Степан Тимофеевич, сын Разин, из города Аллатаря вверх Суры реки и дошел до речки Транслейки в 30 верстах от Аллатаря и спрашивал Мордвина, где пройти за Суру реку и перешел туда со всем моим войском. Зашел я в горы и нашел в правой стороне ключ. И тут мы жили полтора года, но это место нам не показалось. И нашли мы Бортника, и он указал нам место угодное. Далее сообщаются особые приметы этого места и состав клада. Положена была братская казна, 40 медянок, купца Бабушкина, Аллатарского клюшника 40 тысяч, и Ивана два сундука платья, сундук третий, запонки драгоценного жемчуга и всякие вещи другие. Еще 4 пуда сабливого жемчугу и 7 ружей. Да образ богоматери неоцененный, украшенный всякими бриллиантами. Сведения, как говорится, исчерпывающие. Казалось бы, выезжай на место и копай. Правда, сначала надо определиться с местом. На выбор предлагаются Нижегородская область, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Волгоградская. То есть практически все по Волжье. Ну и, конечно, Дон. Удивительно, почему при такой точной наводке до сих пор никто ничего не нашел. Для обсуждения загадки разинских кладов мы позвали на помощь экспертов. Сегодня в нашем расследовании участвуют историки Виталий Прудников, Николай Филимонов и Дмитрий Поспелов. А также журналист Виктор Лебедицкий. Ну, сегодня у нас довольно интересная тема, может быть, в какой-то степени спорная, но такое будоражащее воображение многих до сих пор. Это восстание, ход восстания, и его подавление, и смерть Степана Разина. Ну и в том числе как бы неотъемлемая часть это его клад. Ну, давайте немножко, чтобы было понятно, вернемся и сделаем некую ретроэкспективу самого восстания. Как происходило... Степан Разин это одна из, так скажем, знаковых фигур советской историографии. Это как такой народный вождь, безусловно положительная личность в истории с точки зрения советских историков, который возглавил одну из крестьянских войн. И при этом, если можно сказать, что поход по Волге и Каспийскому морю в Персию был, вообще говоря, в значительной мере ну, откровенно, грабительским и пиратским, в ходе которого совершались нападения как на прибрежные селения, так и на корабли, и на купцов, и на русских, и на персидских. Ну, вторая часть действительно больше похожа на крестьянскую войну, хотя грабежа и насилия было достаточно и там, и там. Если посмотреть на артефакты разинского периода, они совершенно не впечатляют. Несколько серебряных чешуек, ржавое холодное оружие, какие-то черепки. Увы, но события разинского восстания, к счастью для страны, но к несчастью для историков, были хоть и бурными, но слишком быстротечными в историческом масштабе и не оставили сколь-нибудь значительного культурного слоя. Если верить легендам, можно прийти к выводу, что разин оставил после себя десятки кладов. Но полководцу необходимо иметь казну под рукой, ведь воюют не только оружием. Нужно еще привлекать на свою сторону союзников, подкупать вероятных противников, кормить войско, и так далее. Стало быть, речь идет об излишках. В казачьем кругу все нажитое непосильным разбойничьим трудом не поступало во распоряжение атамана лично, сколь высоким не был бы его авторитет. Казацкие порядки были довольно демократичными. Все награбленное считалось общественной собственностью до тех пор, пока добро не начинали дуванить, то есть делить на всех в соответствии с заслугами. Конечно, атаману доставалась большая доля, но существование отдельной атаманской казны, скрытой от остальных разбойников, все же маловероятно. Дело еще и в том, что несколько лет назад нами уже предпринималась попытка найти разинские сокровища. Мы наметили сравнительно небольшой район, сузив область поиска до нескольких десятков квадратных километров. Критерий выбора был прост. Скорее всего, спрятать тяжелую и мешавшую быстрому передвижению казну Разин мог лишь при бегстве после разгрома под Арзамасом. Путь его на юг, на Дон, лежал по Волге. И ближайшая точка, где он мог спрятать свои накопления, это так называемая Самарская Лука. Это место, где Волга описывает крутую петлю в полторы сотни километров, огибая Жигулевские, Сокские и Виновские горы. В горах этих много пещер и укромных мест, где вполне можно было устроить надежный тайник в расчете вернуться сюда за спрятанными сокровищами. Одним из наиболее перспективных мест поиска нам показалась пещера братьев Греевы под Самарой на левом берегу Волги. Пещеру назвали так в честь двух гимназистов сыновей самарского аптекаря Греевы, которые в 1904 году первыми сделали описание этого грота. Мы обследовали пещеру. Это холодная и довольно грязная полость под землей, вход в которую сначала образует как бы небольшую коморку. Затем идет узкий лаз, через который можно проползти только на животе, и затем обширное мрачное подземелье. Никаких следов разинских сокровищ нам обнаружить не удалось. Затем мы переместились на так называемый царев Курган большой холм стоящий на месте впадения в Волгу реки Сок. В 1768 году Курган посетил русский путешественник Лепехин. Вот что он писал приметы заставляют думать, что сия громада взворочена человеческими силами и утверждают, что славный некогда по Волжским окрестностям грабитель Стенька Разин соорудил сию достопамятную гору, которая ему во многих случаях служила защитой и убежищем. Однако обследование царевого Кургана нас разочаровало. Дело в том, что, собственно, самого Кургана практически не осталось. Еще несколько десятилетий назад из него начали активно добывать песок и гравий для строительных работ и практически сравняли Курган с землей. Археологических находок времен Степана Разина, найденных возле Кургана, в Самарские музеи не поступало. Однако мы не стали отчаиваться и продолжили поиски. Есть еще одно место, которое носит гордое имя пещера Степана Разина. Мы питали определенные надежды, но когда прибыли на место, оказалось, что там находится лишь маленький грот размером с кухню в малогабаритной квартире. Стало совершенно ясно, что искать здесь, к сожалению, нечего. Это скром был. Насколько я знаю, вся история кладоискательства говорит о том, что не найдено ни одного вот такого специально пиратского клада, это только в романе Стивенсона был остров сокровищ, а все эти сокровища тратились вот на месте. и все известные клады, они закопаны или крестьянами, или купцами. Давайте отойдем все-таки от пиратов, потому что здесь идет речь о восстании. Здесь прибыль не в пример большей, нежели они получали наверное при набегах таких разов. Хорошо, вот что мог прятать Разин? Какие у него были, кроме золота бриллиантов, я имею в виду украшения? Вряд ли он мог это прятать, особенно на глазах у своих соратников? я имел в виду, если допустим рассматривать монеты, что из-за монеты могли быть в этих кладах? Ну, тайлеры, персидские монеты, эфинки, собственно, вот основной набор ходячих на тот момент. Монеты Ивана Грозного, вот эти ноготки в течение последующих веков по берегам Волги неоднократно находили разнообразные клады монет, и когда их откапывали, то оказывалось, что это клад, например, эпохи еще Золотой Орды за несколько столетий до Разина. Иногда что-то другое, но это все оказывалось кладами разных времен, а отнюдь не Стеньки Разина. Получается, что фантастические богатства, якобы зарытые знаменитым атаманом, если они и существуют, должны быть куда скромнее, чем в народных преданиях. Пожалуй, мифотворчество о сокровищах Разина спровоцировал сам царь Алексей Михайлович, когда отправил фрола со стрельцами на поиски клада. Уж даже если самодержец уверовал в существование спрятанных сокровищ, стало быть, они на самом деле есть и знамо дело немалое. Но искал ли царь сокровище? Возможно, его интересовало другое, куда более ценное. В записях о казни Разина говорится, что фрол сообщил не только о материальных ценностях, но и о великом множестве воровских писем, присланных откуда не есть. И если рассуждать логически, эти бумаги должны были занимать царя куда больше, чем интересы собственного кармана. Любопытство центральной власти какого-либо рода документам, оно очевидно. И в данном случае, конечно, их могло интересовать как документы, связанные с восстанием, непосредственно, которые, может быть, создавались и под руководством Ивана Разина, поскольку какие-то грамоты писались, они существовали. И, соответственно, их могло заинтересовать любая информация по этому делу. То есть, в том числе, их могло интересовать, кто и как себя вел по отношению к Степану Разину. То есть, такой элемент нельзя исключать. Интересы со стороны центральной власти. Вся его последовательность действий говорит скорее об обратном. Таскать с собой лишние, ненужные бумажки. Кто говорит о том, чтобы таскать? Он скорее эти архивы сжег, там какие-нибудь крестьянские недоимки. Я бы скорее соглашусь здесь с коллегой, что он бы их пожел. Или мог сохранить. А зачем? После подавления восстания, как сообщают историки, были воздвигнуты десятки виселиц. С подвижников Разина вешались сотнями и тысячами, не считая других видов казни. Вниз по Волге плыли плоты с виселицами, украшенными трупами, во устрашение остальным. Ополнились и застенки, где опытные специалисты своего дела принялись за работу. Просматривая старинные документы, мы натыкаемся на очень странные вопросы следователей, вроде бы совершенно не связанные с разбойничьей деятельностью атамана Разина. Вопросы эти наводят на мысль о нешуточном заговоре против царствующей династии и говорят об участии в нем сторонников сосланного Ферапонтов, а затем и в Кирилло-Белозерский монастырь опального патриарха Никона. Дело в том, что царствование Алексея Михайловича было ознаменовано кардинальными реформами традиционного уклада русского общества. по сути дела европеизацию России начал не Петр Первый, а его отец. Одним из проводников новой политики поначалу был патриарх Никон, но к моменту начала Разинского бунта он уже почти пять лет пребывал в ссылке, а значит Алексей Михайлович мог считать его своим противником. К протоколам допросов пленных Разинцев были подшиты оригиналы и копии так называемых прелестных писем, в которых имя Никона фигурировало не единожды. С этими письмами посланцы Разина, самые настоящие агенты провокаторы, прежде войска проникали в города, стоявшие на пути бунтовщиков, и смущали умы не только мирных обывателей, но и представителей местной власти. Грамотки эти начинались с уверения в совершенной лояльности к представителям царствующего дома и тогдашним духовным ценностям. Стоять бы вам чернь русские люди и татарва и чуваши за дом Пресвятые Богородицы и за всех святых и за великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича и за благоверных царевичев и за веру православных христиан И вам бы заодно изменников и мирских кровопивцев выводить. Далее угроза. А когда по деревням ходить будут и станут загонять в осад стоять в Цивильску и вам бы чернь в осад в Цивильск не ходить потому что всех в осаде вас прирубят а тех бы вам цивильских высельщиков ловить и привозить в войско в Сенбирск и далее самое интересное о которой дворяне и дети боярские и мурзы и татарвя похотев заодно тоже стоять за дом и святые Богородицы и за всех святых и за великого государя и за благоверных царевичев и за веру православных крестьян то вам бы чернь тех дворян и детей боярских и мурзы татар ничем не тронуть и домов их не разорять по сути это четкая инструкция не следует разорять дома и убивать тех представителей местной власти которые разделяют идеологию мятежников не станут оказывать сопротивление и более того будут способствовать сдаче городов без боя эта нехитрая тактика сразу показала свою эффективность немало городов которые стояли на пути разенского воинства просто открыли ворота известно три прижизненных изображения знаменитого разбойника все они были опубликованы в сообщениях иностранных наблюдателей в Голландии Германии Англии надо сказать иностранцы весьма интересовались подробностями происходящих в России кровавых событий и вряд ли хоть один из них сделан с натуры если и существовали изображения сделанные в родном отечестве они не сохранились так кем же он был Степан Разин в самом начале своей карьеры Разин был тем кого сегодня мы назвали бы полевым командиром один из удачливых предводителей небольшой банды но уже пользующийся авторитетом среди своих но был ли Разин простым главарем разбойничьей шайки нашедшие до нас подробности его биографии говорят скорее об обратном в 1658 году в составе казацкого посольства атамана Наума Васильева Разин был в Москве и удостоился аудиенции у царя сам факт включения в состав посольства молодого 28-летнего воина говорил о том что авторитет его был велик затем он блестяще провел переговоры с калмыцкими старейшинами и добился заключения с ними союза против крымского хана короче говоря Разин был вполне лоялен к существующей власти обошел пешком почти всю Русь дважды ходил на богомоле в Соловецкий монастырь причем это тот самый Разин который впоследствии хулил Христа слыл чернокнижникам и был предан анафеме в 1665 году Степан Разин и его старший брат Иван участвуют в походе против поляков но отряд казаков под предводительством Ивана самовольно покинул войско князя Долгорукова Ивана схватили и вскоре Степан стал свидетелем казни старшего брата возможно именно после этого события он сильно переменился два года спустя Разин собрал несколько сотен неимущих и готовых на все казаков и двинулся сначала к верховьям Дона потом перебрался на Волгу и начал грабить проходящие по реке караваны судов начальников и приказчиков попросту убивали кандальников и ссыльных освобождали стрельцов и рыжных то есть стражников и охрану попросту отпускали забирали хлеб товары оружие корабли разбойничья ватага Разина быстро росла и вскоре это был уже большой вооруженный отряд численностью в полторы тысячи человек в 1667 году разницы на трех десятках стругов миновали Астрахань вышли в Каспий поднялись по Яйку теперь это река Урал и захватили Яицкий городок несмотря на то что гарнизон не сопротивлялся стрелецкому воеводе Ивану Яцину и многим стрельцам отрубили головы на всякий случай в 1668 году струги Разина вышли в Каспий было разрушено много сел часть Дербента и Баку полностью стер с лица земли город Фаразбат Жители убивали сотнями и брали в плен награбили много имущества в том числе захватили и пресловутую княжну позже увековеченную в народной легенде чтобы простору не было между тьми больными от казака Зонского бери подарок в августе 1669 года флотилия Разина подошла к Астрахани и казаки великому государю вины свои принесли сдав Астраханскому воеводе Прозоровскому часть трофейных пушек пленных и товаров утаив большую часть награбленного имущества и оружия разницы вернулись на Дон крепости гарнизон Астрахани были совсем небольшие конечно воевода предпочел принять богатые дары а чинить препятствия столь грозной силе поостерегся вероятно большую часть добычи Прозоровский отправил к царскому двору но и сам в накладе наверняка не остался словом пока еще Разин действует как обычный разбойник не помышляя о большем но в начале 1670 года на большом круге Разин объявил своим атаманам что намерен идти с Дону на Волгу а с Волги идти в Русь чтобы из московского государства вывезти изменников бояры думных людей и в городах воевод и приказных людей и дать свободу черному люду Разбойничая деятельность даже в особо крупных размерах даже в большом регионе и война против царствующего дома это как говорится две большие разницы похоже Разин заручился серьезной поддержкой и поставил перед собой уже политические задачи но что же можно было противопоставить реальной власти династии Романовых Несмотря на данную год назад клятву отстать от воровства Стенька собрал несколько сотен готовых на все казаков и двинулся сначала к верховьям Дона потом перекочевал на Волгу и снова начал грабить караваны судов а дальше начинается настоящая война Разин без боя захватывает Царицын разгромлен тысячный отряд московских стрельцов взят Камышин осаждена и взята с боем Астрахань казнены воевода священники дворяне приказные люди 200 стругов отправились вверх по Волге 2000 отряд конницы двинулся по берегу Впереди далеко опережая войско уже работали эмиссары Степана Тимофеевича распространявшие его прелестные письма знаменитый историк Костомаров писал все партии все верования все страсти затрагивал Стенька лишь бы произвести смуту и беспорядок поднялись волнения в Пензенской и Тамбовской губерниях вспыхнул мятеж в Соловецком монастыре летом 1770 года войско атамана без боя захватило Царатов и Самару значительно пополнившись новыми бойцами и к 5 сентября осадило Симбирск По своему составу разинское войско было далеко неоднородным В него входили и дворяне довольно высокого ранга и служивый люд и представители самых разных порой враждующих друг с другом религиозных течений старообрядцев и новообрядцев и даже сектантов так называемых холостов которые вообще отрицали святость церковных книг если прибавить сюда отряды калмыков и татар картины получаются довольно пестрые однако два строго особо отличались от иных из флотилии Разина один был покрыт красным а другой черным бархатом уже упомянутый Костомаров пишет распространялся слух будто в струге красного бархата находится сын Алексея Михайловича царевич Алексей на самом деле умерший в январе того же года какой-то черкесский князек взятый казаками в плен принужден был поневоле изображать чудом спасенного и вполне живого царевича Стенькины прелестники тем временем втолковывали народу что царевич вовсе не умер а убежал от суровости отца и злобы бояр и что теперь Степан Тимофеевич идет возвращать его на царство Григорий Отрепьев выдавал себя за невинно убиенного царевича Дмитрия Пугачев за Петра Третьего А Разину в этом смысле не повезло ему предшествовало смутное время и выдавать себя за какого-либо царя было ну совсем не с руки Вот и появилась байка о царевиче и якобы виноваты во всех бедах народных злые бояре окружившие трон Любопытно что в это же самое время в Москве по приказу царя Алексея Михайловича была проведена странная церемония представителям разных городов и мест продемонстрировали могилу почившего царевича а специально отобранные очевидцы рассказывали о том как проходило его погребение В церковных амвонов выкрикивали анафему вору и разбойнику Стеньки Разину Но на что же он рассчитывал на поддержку опального патриарха или на авторитет упомянутого выше черкесского князька современные историки обратили внимание на одну странную деталь на французской карте 18 века страна в междуречии Волги и Дона не уступающая по размерам Московии и Романовых обозначена как Черкассия город Харьков заложен как крепость именно во второй половине 17 века а заложен он на месте Харукани Шарукани якобы столицы легендарных печенеков сама Шарукань Сарухани или иначе Сарынь была полностью срыта перед закладкой крепости дореволюционные российские историки не отрицали что указанный район исторические казачьи земли но при этом называли его Дикое поле то есть неуправляемая Москвой территория знаменитая разинская Сарынь на кучку это не какой-то маловразумительный клич волшских разбойников а искаженный в романовской истории боевой лозунг Сарухань на кучку то есть победив Москву сделаем столицей Сарухань выходит это была самая настоящая династическая война а разин выступал в ней силовиком оппозиции за полвека до описываемых событий в 1613 году на земском соборе был наречен царем то есть по современному избран Михаил Федорович Романов только что закончилось смутное время прежняя династия Рюриковичей пресеклась и последний близкий родич Рюриковичей боярин Шуйский умер в плену в Польше как на всяких выборах были и другие кандидаты на царство в их числе можно назвать и освободителя Руси князя Пожарского и представителей рода Голицыных и многих других если вы посмотрите на бархатные книги романов даже в первом десятке нет это не самый именитый боярский род и по большому счету выбор на них пал почему потому что это был первый скажем так из родов который устраивал все противоборствующие группировки именно потому что договорились основные игроки на тот момент на пространстве выплывала абсолютно скажем так комфортная и всех устраивающая фигура абсолютно тишащего да Алексей Михайлович он был тишайший он тишайший что же касается черкесского князька о котором Костомаров писал что он деизображал умершего царевича по мнению некоторых историков это был молодой князь Андрей сын кабардинского Мурзы князя Камбулата Черкасского по-видимому речь шла об отстранении от власти клана Романовых и посажении на царство единого кандидата от оппозиции каковым и стал Андрей Черкасский он представлял древний боярский род имевший не меньшее право на российский престол чем клан Романовых а ведь был во флотилии Разина еще один особый струк обтянутый черным бархатом на нем как уверяли прелестники идет состенькой низвергнутый царем патриарх Никон впрочем согласно сохранившимся документам связи опального патриарха с Разиным не выявлены 3 октября 1670 года войско Степана Разина осаждавшиеся Имбирск потерпело поражение и отошло к Арзамасу где было окончательно разбито современник событий пишет страшно было смотреть на Арзамас его предместия казались совершенным адом повсюду стояли виселицы и на каждой висело по 40 и 50 трупов там валялись разбросанные головы и дымились свежей кровью здесь торчали колия на которых мучились преступники и часто живы были по 3 дня испытывая неописанные страдания в продолжении 3 месяцев в Арзамасе казнили 11 тысяч человек подельники Разина бежали на Дон увозя с собой раненого атамана но Дон его не принял войско донских казаков во главе с атаманом Корнилой Яковлевым он по слухам был чуть ли не крестным Степана взяло приступом Когольницкий городок ставку Разину на Дону большинство товарищей разбойного атамана были убиты а Степана и его брата Фрола под большим конвоем отправили в Москву начались пытки по сохранившимся свидетельствам Разин сносил их без единого стона хотя к атаману несомненно приставили мастеров своего дела но ни дыба ни кнут ни огонь не смогли развязать ему язык Интересно что в протоколах допросов пленных разинцев которые производились под пыткой а таких записей сохранилось множество непременно есть вопрос о неких грамотках кто их писал да кому да как переправлял да куда они делись если предположить что бумаги повстанцев хранились в пещерах и подземных укрытиях то они безусловно уничтожены сыростью и временем поразительно сколь мало сохранилось документов вышедших не из правительственного лагеря а из рук самого разина и его сподвижников это всего несколько экземпляров так называемых прелестных писем своего рода воззваний которые рассылали бунтовщики хотя известно что князь Долгоругий прислал Алексею Михайловичу из-под Симбирска целый мешок таких писем как же так события были а документов практически не осталось в этом отношении представляется интересным тот факт что вскоре после Рязанского восстания во многих волжских городах странным образом сгорели архивы К примеру в 1671 году Симбирск еще не успевший оправиться от погрома учененного Стенькой Разиным полностью выгорел и жители его великое разорение претерпели а в 1701 году во время большого пожара в московском Кремле сгорел архив приказа Казанского дворца где находилась большая часть правительственные переписки и других официальных документов о восстании Разина тогда же видимо погиб и официальный приговор по делу Разина поиски подошли к концу ни сокровищ ни документов нам обнаружить не удалось но не повторялись ли в России катаклизмы подобные Рязанскому бунту много-много раз и почти в неизменном виде как знакомы перипетии этих событий хотя и знаем мы их по другим примерам возможно мы несколько вольно трактовали исторические факты но стремление читать между строк пока еще никто не отменял может быть события далекого прошлого не так однозначны и просты как их отображают страницы школьного учебника для того чтобы обобщить все факты истории разинского бунта и заново собрать их воедино требуется историк масштаба Костомарова или Карамзина и литератор масштаба Пушкина чтобы заново написать об этой истории и тогда мы смогли бы совсем по-иному посмотреть на события тех лет с и и с и с и с с